Я не знаю, может быть это я один такой поломанный, какой-то странный, но я всегда воспринимал других музыкантов, каких-то известных музыкантов или тех, которых мне нравится слушать, как учителей, а не как каких-то идолов или поклонялся им. Мне все время было интересно изучить то, что они делают и понять, как они это делают с точки зрения написания лирики, написания музыки, игры на инструментах или пения. И сегодня как раз мы с вами об этом и поговорим. Всем привет, с вами Лео и вы на канале Hellscream Academy. А сегодня мы с вами поговорим о моих любимых группах. Вы давно уже просили об этом в комментариях и как раз сегодня мы наверное займемся именно рок-металлом и тем, что я слушаю в основном. Я вам покажу какие-то фрагменты, мы с вами послушаем, я вам почитаю какую-то может быть лирику даже, объясню почему именно вот мне это нравится, грубо говоря, да. И соответственно вы просто лучше узнаете меня. Для того, чтобы все это было гораздо проще монтировать, я сейчас вот эти вот наушники себе в уши воткну и проведу обряд синхронизации, чтобы, грубо говоря, ну проще было видео синхронизировать с записью звука на компухтере. Просто потом в премьере проще это все прям так чпок и собрали. Начать, я думаю, стоит с того, что я учился играть на гитаре, мне это было изначально интересно и учился я играть по таким, знаете, табулатурам, очень сильно кривым. Пытался понять вообще, как это сыграть, потому что мне не то, чтобы даже посмотреть. Я понять не мог, как вот те или иные ноты играть, с какой скорости. То есть для меня была очень большая проблема понять длительности, потому что в табах они написаны. Ты их можешь сыграть, но не понимаешь, с какой скоростью это все надо делать. А на просто в табах было как-то неудобно все. Ну а потом в какой-то момент я узнал про программу Guitar Pro и с тех пор я ей, собственно, и пользуюсь, потому что иногда бывает очень интересно залипнуть в какой-нибудь риф, например, просто посмотреть, как он сыгран. Точнее, какие ноты там сыграны, какой выбор нот и как вообще все это воспринимать. Ну и начать, наверное, стоит с того, что я не то, чтобы считаю своими учителями, а людьми, которые мне показали, как все это происходит, группу Nightwish. Я думаю, вы и так в курсе, что мне довольно-таки сильно нравится эта команда, и она нравится мне по нескольким разным причинам. Первая, наверное, причина — это непосредственно сама музыка, потому что, ну, она очень сильно разная, и очень много разных интересных приемов. И я учился играть по их песням, потому что мне просто нравится, как звучит у них гитара. Вот ничего с этим не сделаешь. Вот мне нравятся рифы, мне нравятся мелодии, которые играет гитара. И сейчас мы, собственно, с этого с вами и начнем, потому что один из первых рифов, который я выучил, был в песне Deep Silent Complete, которая была на альбоме Wishmaster. Не удивляйтесь, если видос немножко будет порезан криво, потому что авторские права видос может просто прибанить. Вот, то есть, грубо говоря, я начинал свой путь с простейших, естественно, рифов, просто аккорды какие-то там, да, но вот эти вот вещи мне очень сильно садились в голову, потому что их было запомнить очень легко. Ну и звучание само, просто зацените. Я могу, конечно, ошибаться, но это, наверное, одно из первых соло, которое я выучил, то есть, которое сверху там играется. Я вам говорил про то, что это довольно-таки красивая музыка, потому что реально в этой же самой песне она начинается вот с этой вот партии. То есть, это вот, ну, я не знаю, хоть бейте меня палками, но попробуйте мне возразить то, что это реально красиво. И такого плана музыки у них довольно-таки много, и местами мы встречаем с вами довольно-таки тяжелые рифаки, какие-то прям тяжелые треки. Вот, как, например, вот этот вот, который до сих пор у меня не получается нормально на гитаре сыграть, потому что очень странный такой риф. Зацените, короче. То есть, ну, как бы, реально сложный рифачок, который очень прикольно звучит. И где-то здесь там посередине была какая-то жесть. То есть, это такой, знаете, странный павер-метал готичный, ну, именно во времена Вишмастера вот этого самого альбома. Потому что, например, с точки зрения лирики, эта команда мне всегда очень нравилась, потому что, ну, там тексты можно просто читать, и ты в каждой строчке утопаешь, потому что она реально, ну, очень много смысла в себе несет, как, например, композиция Dead Boy's Poem. Это просто реально гениальный трек. То есть, например, вот этот вот кусочек из припева. Я думаю, что вы, в принципе, понимаете, что я говорю о каком-то посыле в лирике, потому что ты задумываешься. Она заставляет тебя представить какие-то образы и потеряться в них. Это не вот это вот ваше, вот то, что народ мне говорит, что это типа великое искусство. Я вышла на улицу погладить кота, и его сбила тачка мента. Это просто, это антимузыкальное дерьмо, которое ни с точки зрения музыки, ни с точки зрения содержания, лирики вообще ничего не несет. Просто пустышка. Едем дальше. Вы мне можете сказать, например, что это, ну, слишком лайтовое музло, я бы хотел что-нибудь потяжелее. Или кто-то скажет, например, наоборот, по-лайтовее. Ну, например, если взять по-лайтовее, то можем взять композицию, которая называется Creek Mary's Blood. Blood. С альбома 2005 года, который начинается вот так вот. Очень атмосферный трек про индейцев. Прям настолько атмосферный, что... То есть у меня сразу же в руках вот эта штука материализуется, и я такой... Пошел призывать дождь на краю каньона по двой койотов. Вот, что должно происходить, когда ты слушаешь музыку. Ну и теперь к вопросу о тяжести. Например, можем взять трек с этого же альбома, который называется Romanticide, и перемотать его куда-нибудь. Где-то здесь был этот кусочек. Вот он, короче. Слушайте. Это тот самый момент, когда они рубали брейкдауны еще до того, как это стало мейнстримом. Ну, шучу, конечно, но все равно. Очень часто, когда народ меня там что-то спрашивает, что-нибудь послушать, я вот этот вот трек присылаю или включаю там по скайпу, например, студенту. Именно с этого самого момента. И он мне говорит, нифига, вот это Рубилова, что это такое? Подскажи мне, пожалуйста. Я ему такой говорю, найтвиш. Он такой... Смешнее ты найтвиш. Это же... Не найтвиш. И вот... То есть вот это вот сочетание довольно тяжелого, тяжелых гитарных рифаков с женским вокалом, который поет какую-то очень лайтовую мелодию. Иногда прям реально взрывает мозги. Или вы... Если вы любите гитарные соло, мы об этом сейчас тоже поговорим здесь. Тоже он есть. Да. Да, то есть каждый для себя найдет какой-то прикол. Но я перематываю этот трек дальше. И мы слышим с вами там вот этот вот кусочек. То есть, ну, я думаю, вы понимаете, да, на что намек идет. И как бы название найтвиш, именно то, что вы себе представляете, когда слышите это, ну, совершенно с этим не вяжется. Просто напишите мне в комментариях, если у вас это нормально стыкуется в голове. К вопросу о гитарных рифаках. Второй альбом, вторая песня. Один из моих любимых рифов с точки зрения разминки и просто поиграть, потому что очень прикольная и разнообразная такая партия. Или вот этот, например, еще. Просто с точки зрения гитары очень интересная тема. Можем взять, например, композицию Wanderlust с альбома Wishmaster. Опять же, это очень интересная с точки зрения гитары музыка, потому что, ну, интересные ходы, потому что какую-то часть партии писал клавишник в то время и получалась такая вот штука. Или, например, взять что-нибудь из более новых альбомов и... Вот как вот эта вот самая композиция, которая называется The Poet and the Pendulum. Там, мотанем вперед. Ну и вот, например, вот такой вот гитарный рифачок. Не знаю, что-то в нем есть прикольное. Опять же, вернемся к вопросу о том, что это лайтовенькое и что-нибудь потяжелее. Эта композиция называется The Slender. Если вы не в курсе, то у них сейчас поет Марко Хиэтла. Насколько я правильно помню, не Хиэтал, а Хиэтла. Правильно произносит свою фамилию. Это легендарный вокалист финский, который раньше пел в группе Тарот. И вот с 2000-х годов он в Nightwish уже сколько? 20 лет, короче. То есть, ну, можно сказать, что он, собственно, и является вокалистом Nightwish вторым. Ну, вот, собственно, как-то так это звучит. И если опять вернуться к какому-нибудь тяжелейшему металлу, да, можно врубить песню Master Passion Greed. То есть, ну, как бы опять вот из разряда, когда название Nightwish вот с этим вот вообще не вяжется. Но мне не очень нравится этот трек, на самом деле. Я как-то мимо ушей его все время пропускал. Здесь есть только один прикольный скрим, который есть в документалках записи альбома. Он прям реально есть на видосе, как они записывали этот фрагментик и звучит он таким вот образом. То есть, ну, как бы опять же такая вещь, которая не особо вяжется с названием Nightwish и с тем, что это какой-то там павер металл. Хотя есть вот эти оркестровки всякие. Перейдем, например, к композите Amarant. Это один из самых хитовых их треков. Да там? Потому что припев сам по себе очень сильно музыкальный и забивается в голову. То есть, грубо говоря, группа состоит из огромного количества маленьких деталей, в которых можно реально потеряться, потому что очень сильно разное ему зло, и оно не то, что бы сильно меняется, я бы сказал. У него просто есть своя атмосфера, и вы когда слышите это, вы сразу знаете, что это Nightwish. Как, например, вот эта вот композиция, например. Это заставка еще одного альбома 2012 года, который просто стоит послушать. И когда к ним присоединилась флор, это стало прям более что-то новое, что ли. Я не из тех, кто говорит, что мне нравится первый состав группы, последний состав группы. Мне просто нравится их общее творчество, потому что это очень интересно с точки зрения музыки, то есть именно выбора нот, с точки зрения инструментов, играть на гитаре. Если вы послушаете, как звучат мои руки, когда я играю, они очень похожи на звучание гитариста Nightwish. Если вы возьмете, например, лирическую составляющую, то просто можно почитать там тексты, например, с того же альбома Endless Forms Most Beautiful или тот же самый Imaginary. Да просто любой текст, в принципе, откройте, почитайте, там понятно будет. Да, там есть на первом альбоме очень сильно извращенные какие-то тексты, но это что-то там у них общая, вот это какая-то тема была. Но здесь меня больше все равно интересовала всегда музыка, но когда я начинал прислушиваться к лирике, это тоже было, ну, таким, знаете, дополнительным погружением. Поэтому, если никогда их не слушали, я бы вам советовал взять прям с последнего альбома и послушать назад, потому что непривычно слушать такой академический, прям сильно академический вокал на первых альбомах под металлические какие-то гитарные риффы. Так просто будет проще к этому делу привыкнуть. Я такой человек, что я очень много воспринимаю ушами и вслушиваюсь в музыку. Очень многие группы мне нравятся только из-за музыки, потому что именно музыкальная составляющая у них очень глубокая. Тексты здесь добавляют какой-то атмосферы и интересности, но иногда я просто перестаю их воспринимать, потому что они просто не нравятся. Как, например, произошло с группой Вольф Харт. Я практически не знаю их текстов, потому что, ну, как-то они не кажутся мне интересными. Вот так вот получилось. Но вот с точки зрения музыки тут, мне кажется, объясняется абсолютно все. Просто мы открываем первый альбом и знаете, когда я услышал первый сингл с этого альбома, который называется Роу Та, часть 2, это было, знаете, из разряда вот его-то я и ждал. И после этого я понял, что вот оно, я этого ждал, потому что мне даже не нужно было знать, что там будет дальше, потому что оно довольно долго раскачивается. Я понимал, что это то, что я послушаю полностью. Потому что дальше это продолжается вот такой вот штукой. То есть, грубо говоря, с точки зрения музыкальности это полностью на все 200% меня устроило. Это тяжело и это очень мелодично. У этого есть вот эта вот моя любимая снежная такая деревенская атмосфера. Я даже не знаю, лесная, деревенская. Ну вот. Вокал мне не особо нравится, но он вписывается в атмосферу. То есть, если послушать, это та же самая песня, кстати, если что. То есть, вот именно гитарные риффы здесь прям реально очень крутые. Возвращаемся к первой песне с этого же альбома. и сразу просто окей, едем дальше. Даже если бы это была просто инструментальная музыка, я бы ее слушал, потому что это реально очень круто. то есть, если мы мотанем здесь, где идет вокал, слушаем. И теперь, момент. Этот альбом человек записал сам. Барабаны здесь живые, там даже слышно то, что он не очень хорошо играет, руками в ноги не попадает. Но в этом что-то есть. Он записал все, начиная с барабанов, заканчивая вокалом. То есть, абсолютно все сам. Документалки на ютубе, кстати, можете найти. Название всех групп, про которые я вам сегодня рассказываю, будут в описании, прям вот по тайм-кодам специально. Здесь есть один очень крутой риффак, который мне прям очень нравится. Вот именно с точки зрения гитарных каких-то дел. Слушаем. То есть, вот эта вот атмосфера, она меня реально съедает просто с головой. Перейдем, например, ко второму альбому, в котором они, в принципе, в стиле себе не изменили. Но все время мне ломала мозг вот эта вот композиция, потому что... Ну а что вы ожидаете услышать, когда слышите вот такое вот вступление? Что это будет такое, что-то медленное, прям качевое такое? А вот как бы... Нифига подобного. Вот я не знаю, вот мне просто нравится, когда появляется такая вот атмосферная мелодия внутри очень тяжелого риффа с бласбитом вперемешку. Это прям реально. Мне просто башня срывает с этого. Это вот, например, окончание самой композиции. Вот именно из-за этого мне кажется, что я очень много американских групп пропускаю мимо, потому что мне не нравится ни музыкальная атмосфера, ни какая-то лирическая, потому что здесь у них все какое-то, знаете, такое средневековое, душевное. Нету вот этой вот какой-то современности, что ли. Я даже не знаю, как это описать на самом деле до конца. Одна из любимых наших композиций с нашим басистом Максимкой, с которой просто реально взрывало нас все время, это... То есть, начало не предвещает беды. Это композиция одна из первых со следующего, опять же, альбома, которая называется Боуньяр. Сад костей. Как? Не знаю. Переведете, короче. Слушаем кусочек, который прям... Аж прям снежная буря начинается в комнате. Ну, хоть убейте. Вот этот трек с этого же альбома, который называется The Flood. Потоп. Он весь вот такой вот, то есть, мотаю там на первую минуту. То есть, очень медленное такое качевое музло. Дальше, если перейти к еще одному следующему альбому, это как раз сочетание того, что мне просто максимально нравится, когда ты опять слышишь какой-то тяжелый рефак, какой-то лютый гроульный вокал. И просто... Ну, это акустическая гитара. Сыграла несколько нот, и я уже полетел. Если мы мотанем на, например, тот кусок, который я говорил, а это припев этой композиции, я вам про него уже в одном из видосов рассказывал. Там что-то на тему слишком задержавшейся осени и позднего прихода зимы, типа то, что ветра намекают, то, что скоро наступит зима. Сейчас я четко посмотрю текст. Словно вечная осень откладывает приход и ветра шепчут безмолвный призыв к зиме. То есть, это вот ощущение, реально, ты как будто стоишь и тебя листьями посыпает, ты вот чувствуешь холодный ветер. Я не знаю, это вот какое-то вот это вот ощущение одиночества где-то жизни в лесу мне очень сильно всегда в любой музыке в принципе привлекало. И давайте найдем, послушаем припев. То есть, оно в голове не помещается. Ты слушаешь вокал, это гроул. Слушаешь музыку, это что-то совершенно не относящееся, грубо говоря, к металлу, если убрать гитары, потому что там вот эти вот аранжировки прям реально клюют голову. Вот буквально недавно у них вышел новый альбом уже в этом году, который просто, я не знаю, ну продолжает ту же самую тему именно с атмосферой с такой. И там есть трек, который называется Horizon on Fire, чему посвящен альбом, почитайте сами в лирике, если будет интересно. Но там есть вот этот риф, который я вам исполнял, потому что с точки зрения музыкальности мне он ну очень нравится. То есть, вот она. Вроде это какая-то жесть, но очень прикольная мелодия. Погнали дальше еще про одну интересную команду расскажу. Я уже сегодня в этом видосе говорил, то что мне нравится такой странный стиль, я его почему-то называю деревня металл, потому что, ну реально, вот это вот какой-то жизнь в лесу, в средневековье, ну как-то вот вызывает какое-то у меня такое тепло на душе, что ли. И я помню, как я познакомился с этой группой, и это опять было уже очень давно, это не как с Wolfhard, Wolfhard я узнал там 13-й, по-моему, год они начали, как раз тут он новый проект Thomas запустил, а вот эту команду я услышал первый раз в году в 2000-м, наверное, если не раньше, вот где-то в то самое время. И там как раз один из альбомов 2001-го года, текстов я нашел немного переводов, и там вот этот викинг-стайл такая тема, короче, возьми меч покрепче в руки, короче, то есть, ну такого, ну атмосферная вот эта фигня вся, да, поэтому я, собственно, это деревня металлом и называю, то есть, ну толком непонятно, но музыка, именно то, как это звучит в совокупности, это просто сумасшествие какое-то. И, собственно, первый трек, который я услышал, после которого я понял, что вот оно, вот оно, намотано. Слушаем. Я такой просто врубаю, ветерок, думаю, о, пошла атмосферка. Тогда я еще толком не понимал, что мне нравится, когда музыка еще добавляет звуков мира, в котором все это происходит. Погнали, слушаем. Просто сразу. Вот она здесь. Вокал, конечно, у них ужасен. Тут можете мне сразу поверить на это дело. Но слушаем первый же трек с этого альбома. Там это было вступление. Это какой-то эпический фолк black поган метал. Я даже не знаю, как это назвать, потому что мотаем. как я, собственно, и говорил, вокал просто ужасен. Слушаем кусочек. Но они бы так не звучали, если бы не такой вокал на самом деле, потому что эй, Димон, он кричит здесь, если что. Слушайте. Эй, Димон! ну, вот вам, пожалуйста, атмосфера. Слушаем там дальше, например, рифачок. Эти крики, это всегда очень смешно было. и вот мелодика вот этих вот каких-то непонятных, я даже не знаю, к чему это привязать, потому что, ну, не знаю, напишите мне, что ли, в комментариях. Мне даже не интересно, как это с точки зрения музыкальной гармонии называется. Мне просто нравится, как это звучит. вокал просто ужасен, реально, потому что вот, вот, например, вот такой вот кусочек. Я не знаю. Вот этот кусочек, например, это просто ор. Хоть убейте меня, мне нравится эта музыка. У них, насколько я знаю, сейчас уже не играет в составе человек, который пишет музыку им, по-моему, еще часть Инсиферума и Финтролю. Я что-то пытался разобраться в этом, потом мне стало неудачно, неинтересно, потому что я вообще не понял. Ну, просто чуваку нравится сидеть на студии, писать музыку. Он с группой в туры не ездит. И вот, собственно, он и поет здесь, кусочек. то есть что-то такое очень непонятное. И один из таких треков, который заставляет людей запомнить эту группу, это Санкари Тарина, шестой трек текст этого альбома. То есть, очень странная здесь атмосфера. Очень мрачная и очень средневековая. У них есть альбом, который длится 60 минут, и в нем всего две песни. Вот, например, композиция начинается, которая длится 14 минут. То есть, ну, какое-то такое непонятное у них есть. Например, вот эта вот композиция. Или то есть, вот она, та простота, о которой я вам говорю. То есть, в принципе, музыкально очень сильно все наполнено, но простота в музыке, вот именно понятность, восприятие, а не когда просто сделано ради того, чтобы быть сделано. И вот, то есть, я не знаю, возьмите, просто послушайте их, я не знаю, наверное, альбома с 2001 года и вот по 2016 год, по-моему, последний альбом у них вышел, если не ошибаюсь. Да, может быть, там что-то позже выходило, конечно, но есть очень интересные композиции с точки зрения музыкальности, потому что, когда песня идет 30 минут, туда они умудряются запихнуть, ну, очень много интересного с точки зрения самой музыки. В общем, как-то так. Я планировал рассказать вам штук про 10 такого плана команд, но я так понимаю, как вот я вижу по таймеру на камере, видос получился уже минут на 40, наверное, поэтому, если вам интересно еще одно такое видео, напишите об этом обязательно в комментариях, и я вам расскажу про еще несколько очень мрачных и, я бы сказал, печальных команд, которые просто стоит послушать, потому что и с точки зрения музыки, и с точки зрения лирики, атмосферы и узнаваемости какой-то вот стиля самого, это просто мастхэв. Давайте увидимся в пятницу. Покедова. Субтитры создавал DimaTorzok